Впереди выходные, проведут их все по-разному, но вот посмотреть на фонтаны, к примеру, в Ярославле уже никому не удастся. На этой неделе они ушли в зимнюю спячку. Работали и радовали жителей гораздо меньше обычного, не обошлось и без скандалов. Обо всем расскажет мой коллега Павел Волков. Паша, здравствуй. Здравствуй, Юр. Ну что, моя дочка все лето твердила только одно. Пап, смотри, фонтаны не работают. Да, Юр, действительно, сезон для городских источников прохладной влаги был непростым. Мало того, что начался не вовремя, так еще и не все работали. Об этом сейчас я и расскажу. Традиционно фонтаны в городе запускают в мае, как только позволяет погода. В 2019 году, например, это случилось 1 числа, годом ранее 7. А вот в 2020 запуск перенесли аж на 1 июля. И то не всех, а только у здания правительства и в Демидовском сквере. Чаши водой будут привлекать большое количество людей, решили городские власти, а в период пандемии это небезопасно. Но была и еще одна причина. Фонтаны передали Реоксу, организации, обслуживающей ливневые канализации. Разобраться со всеми проблемами не удалось, поэтому работать фонтали стали по усеченному графику. Так, например, фонтан на Стрелке включали только по выходным в Демидовском сквере у правительства области с четверга по воскресенье. Остальные источники вовсе не забили. Но, несмотря на это, к сезону их подготовили, чаши вычистили, оборудование настроили. А это значит, что сейчас все фонтаны нужно заново консервировать. Над чашами появятся деревянные саркофаги. Фонтан на площади юности застелят профнастилом. Оборудование, которое может затопить, перенесут. Ну и на закуску скандальный ремонт асфальтом фонтанов на площади труда. Разгорелся он в середине сентября вот из-за этих фотографий. Они вызвали бурю негодования. Мало того, что в сквере все лето ремонтировали дорожки и не только, еще и источники живительной влаги изуродовали. В мэрии города успокоили решение временное. В следующем году будет большая реконструкция фонтанов с заменой всех труб и обновлением внешнего вида источников. Так что вместе с асфальтом, вероятно, снимут и свежеуложенную плитку. Впрочем, к тому времени, может быть, и придумают какую-то новую систему замены коммуникаций. Как думаешь, Юрий? Возможно, и придумают. Но обновление фонтанов на площади труда я на самом деле жду. Живу там недалеко и все это вижу, замечаю. Мне хорошо. Спасибо, тему представил мой коллега Павел Волков. Субтитры сделал DimaTorzok